Этот год наш президент объявил годом семьи. И в особой заботе нуждаются многодетные семьи. На днях губернатора Московской области Андрей Воробьев вручил высокую награду знак материнской славы Ульяне Легких из Щелково. Мы решили заглянуть в гости к семье и узнать ингредиенты семейного счастья. Ой, здравствуйте! Здравствуйте! Встречает нас неполный состав. Глава семейства на работе. В его отсутствие главный мужчина в доме Федор, старший сын. Два года из своих семи мальчик занимается самбо. А главная мамина помощница Варвара. Ей уже 16 лет. С такой исконно русской внешностью и косой ниже пояса она могла бы украшать обложки глянцевых журналов. Девушка выбрала себе самую гуманную профессию. Она будущий врач. Глафира все время улыбается, но когда берет в руки баян, становится такой серьезной, что и не скажет, что этой девочке всего 10 лет. Занимается она музыкой уже пятый год. Агликерия чаще серьезная, в свои 6 лет. От мамы узнали, что к этим русым косам уже в детском саду немало неравнодушных. А самый младший в семье – Дима. В его 3,5 года главная задача – радовать маму. И у него это отлично получается. Он много рисует и танцует в детском саду. Все дети супругов легких разные и внешне, и по характеру. Но все одинаково сильно любят маму. Ульяна очень радушная хозяйка. Несмотря на свою занятость, а у многодетных мам она 24 на 7, к нашей встрече она успела напечь пирогов и накрыть щедрый стол. Работа многодетной мамы – профессия многогранная. Нужно быть и врачом, и педагогом, и психологом. При разработке проекта дома Ульяна проявила себя и как грамотный организатор пространства. Благодаря ей все помещения в доме продуманы до мелочей. Шкаф для каждого. И мы решили его поставить в одном месте. То есть у всех организовано место для хранения вещей. Четко по определенному порядку. И все его стараются придерживаться. В беседе Ульяна рассказала, что после рождения первого ребенка о многодетности сначала мысли не было. Варя поздний ребенок, в 29 лет родилась. И ну как-то больше вроде бы и не надо. Ну тут Глаша, ну надо вроде бы второй ребенок. А потом как-то друг за дружкой. И я даже не успевала убирать стерилизаторы, пеленки, там все вот эти пеленальные доски. Потому что они как-то друг за дружкой. Один подрастает, а этот появился уже. И я вот сегодня как раз своим детям рассказывала. У меня мама раньше, ну сейчас выписывается в журнал «Крестьянка». И там была такая пышногрудая женщина, рисунок. И много детей, и написана статья «В доме пахнет пирогами». Я всегда смотрела, говорю, как здорово, когда много детей вокруг тебя, ты с пирогами. И вот прямо вкусно все дома. И почему-то вот как-то вот эта картинка периодически вспоминается. Гаджеты и телевизоры не пользуются в доме легких популярностью. В семье ценится живое общение и время, проведенное вместе. Один рисует, другой уроки делает, третий читает. Мама с кем-то беседует в это время. И все живут одной жизнью, получается. О церемонии награждения Ульяна вспоминает с волнением. Признается, что очень хотелось дать волю эмоциям и расплакаться. Я отошла в сторонку, выдохнула. Очень, очень просто приятно. Знак материнской славы Московской области символизирует общественное уважение к женщинам и благодарность за их вклад в развитие общества. Высокая оценка труда матери заставила Ульяну и ее супруга еще раз задуматься о том, чтобы взять в семью приемного ребенка. Дети поддерживают их в этом благом намерении. Я считаю, что тем детям, которые были когда-то обделены этим всем, им нужно это подарить, потому что они такие же дети обычные, как и мы. Им нужна любовь, забота. А что же значит воспитать достойного человека? В первую очередь он должен быть человеком, душевным человеком, патриотом. Мы в детях очень патриотизм воспитываем. Мы постоянно им говорим о том, что они русские, и они должны быть достойными жителями и гражданами своей страны. И в это великое значение достойный человек все по крупицам надо вложить. Прочитать нужные книги, посмотреть нужный фильм, научиться что-то делать руками, чтобы не забыть традиции своих предков, вышивать, делать табуретку или еще что-то. Вот по крупицам ты вкладываешь все в этого маленького человечка, и потом смотришь, что в нем что-то выросло, распустился какой-то бутон. И понимаешь, что он на правильном пути. И, конечно, мы не забываем о Боге. Мы обязательно по воскресеньям ездим в храм, причащаемся. И только по воле Божьей вообще все у нас как-то в жизни получается. Выходит, что ингредиенты семейного счастья нехитрые. Почитать родителей, хранить традиции предков и никогда не терять веры. Виктория Мельник, Владислав Реус, Щелковское телевидение.